За что же действительно рокеры так не взлюбили группу Никельбэк? И что позволило группе стать первым рок-открытием нового века? И для кого уже не секрет, что если ты хочешь получить мировое признание, тебя должны принять в США. И, казалось бы, канадцы, соседи, кому как не им проще пробиться? Но даже в голливудских бестселлерах часто мелькают уничижительные шутки в их адрес, формируя образ деревенщины. Молодец, друг! Эй, корич, как дела, приятель? Эй, друг, канадского пива нам! Надо чертовы стен строить уже. Именно потому в 1995 году родные братья Чет и Майк Крюгеры и их двоюродный брат Брэндон Крюгер, их друг, гитарист Райан Пик, основав группу, назвали ее Village Idiot. В переводе на русский это «Деревенский дурачок». В самой иронии у парней изначально все было хорошо. Но в процессе, именуя несколько менее кринжовых вариантов, группа все же остановилась на версии, предложенной Майком, подрабатывавшим барменом. В течение дня, рассчитывая посетителей, расплачивавшихся 50-центовой монетой за кофе, стоившей 45 центов, ему часто приходилось повторять одну и ту же фразу «Here's your nickel bag». На американском сленге «никель» — 5-центовая монета, фактически «никель bag». В данном контексте это сдача за кофе. Но даже с новым названием, первые их два альбома издавать никто не хотел. И парни отважились на отчаянный шаг. Катаясь с гастролями по стране, играя в небольших клубах и барах, почти все деньги они тратили на самостоятельное издание этих альбомов и сделали то, что более всего возмутило аутентичных рокеров. «Никель bag» заказали рекламу своих альбомов, которая транслировалась на телеканалах в одних блоках с памперсами и стиральным порошком. Однажды, когда трек-лист третьего альбома группы уже был свёрстан, Чет принёс песню, которую набросал довольно давно, после разрыва с одной из своих «girlfriends». Изначально она была написана в весьма страдальческом контексте «За что же ты бросила меня?» Но готовой песню Чет посчитал лишь тогда, когда решил изменить смысл на «Вот за что ты бросила меня». И да, речь уже о главном хите «никель bag» «How you remind me», ставшем хитом номер один в 2001 году. «Я вручил тебе сердце, достойное того, чтобы быть разбитым». Кстати, вот эту инструментальную паузу в последнем припеве. Придунул инженер записи барабанов Мэтью Мэйни. Идея оказалась настолько хороша, что группа «Никельбэк» выписала ему за это специальную премию в 5000 долларов. Результатом кропотливой работы стал не только успех группы, но и своеобразный бизнес-курьёз, уже вошедший в аналы мирового шоу-биза. Третий альбом «Никельбэк» «Silver Side Up» был первым официально подписанным музыкальным лейблом, но по-прежнему скептически настроенные менеджеры Roadrunner Records решили все силы и деньги лейбла бросить на показавшийся им более перспективным альбом группы «Sleepnote» Айова. Однако, несмотря на это, альбом группы «Никельбэк», вышедший, кстати, 11 сентября 2001 года, обошёл в продажах «Sleepnote» Айову почти в два раза. Чед, конечно же, позволил себе весьма едкие комментарии на сей счёт, что и послужило причиной конфликта между Кури и Чедом, не угасающего и по сей день. Более 20 лет «Никельбэк» является постоянным объектом насмешек американских рокеров и весьма успешной группой, доказывающей, что не стоит бояться идти против течения и даже там, где тебя никто не ждёт, можно чувствовать себя вполне уверенно. И однажды первые и никому не нужные твои альбомы вдруг станут платиновыми. Одна из самых крутых рок-девчонок мира Аврила Лавин исполнит кавер на твою лучшую песню, согласившись стать твоей женой. Правда, через два года Аврил и Чед развелись, но это уже повод для другой истории. Здесь, на канале «Откуда ноты растут».